приветствую вас дорогие друзья вот уже очень давно на моем на самом деле youtube канале не было видео посвященных винилу и сегодня я решил исправить это досадное недоразумение значит и тем более что моя коллекция она все-таки пускай и совсем немного но пополнилась новыми экземплярами конечно хотелось бы начать мне вот с группы в со в цел то есть это как раз таки вот внеальбомный сингл 81 года торч вот здесь его как раз таки а сайт писать то есть это полностью был оригинальный то скажем материал то есть в какие-то альбомы в дальнейшем он не входил по крайней мере на в их выпуске на винилах то есть значит может какие-то только компиляции вот сама песня тоже попадала и значит самое что любопытно то есть когда конечно первый альбом со в целом он стоп эротик кабарет переиздавался вот обычно как раз таки сам этот сингл со своим бисайдом попадал туда как бонус треки вот но это кстати у нас получается вот видите сам без за рекордс как раз таки то именно лейбл который издавал так скажем ранние записи со в цело и это как раз таки у нас англичанин вот восемьдесят второй год значит соответственно следующий винил моей коллекции это собственно сам но он стоп эротик кабарет здесь как раз у нас 10 вот оригинальных треков но это у нас издание именно франции по лицензии конечно сам без а рекордс вот если мы значит его так скажем вскроем посмотрим то вот как раз таки вот всю идею увидим потому что здесь вот у нас видит какая-то информация о группе текстопесен здесь опять текстопесен вот и самое что интересно здесь вот такой вырез вот есть на самом виниле на конверте чтобы удобно было вынимать но какой-то он немножко как баллад то есть такое впечатление что либо его так сделали либо кто-то из предыдущих владельцев этого винила все добро вот так вырезал и соответственно если мы приглядимся то увидим что вот как раз таки вот он made in france вот и значит опять же заканчиваю уже тему со в цело это вот как раз таких и пи скажем так 82 года это нон-стоп exotic dancing вот так вот он выглядел что-то у нас опять англия вот и здесь что интересно то здесь у у нас было четыре новых песни то есть мимо римба мандиды и а варла в голову вот мн колд гитлуд вот чипсом и soldiers soldier и секса двор это как раз таки просто переписаны перемиксованные вещи с первого альбома со в цело вот здесь сложно как бы мне судить конечно то есть либо это просто вот такой более бюджетное его издание либо соответственно где-то оригинальный конверт от него был потерян вот сюда положили вот это вот но как раз таки вот он пожалуйста на грамм лтд лондон восемь старый год значит вот следующий винил моей коллекции это как раз таки подарок от одного моего хорошего знакомого то есть ивана прибитку прибиткова вот известного как соответственно прибит он как раз профессиональный диджей то есть даже выступал своими сетами по всяким различным клубам то есть у него вертушки это значит тут у нас альбом семидесятого года чека бери айма рокер вот так выглядит кстати вот когда ваня мне его подарил то есть тут кстати я обнаружил какую-то надпись то есть сначала думал что это автограф чака бери то есть стал пробивать его по получается интернету но выяснилось что у чака бери была другая подпись сложно сказать дарственная это какая-то вот соответственно вот здесь и вот 70 год значит следующий винил моей коллекции это тоже опять же подарок вани это у нас получается как городске вкусе вообще пол беркин и задирте партии snakes такая на самом деле немножко необычная запись вот этой пластиночка даже ваня успел поди джейте так как раз 2008 год то есть вот год как раз когда винил на западе опять пошел в моду то есть у нас эта тенденция на только 2010 году вошла вот когда все начали каждый уважающий себя артист у нас начался издаваться на виниле вот данного на западе то есть уходили винил и больше так чисто для аудиофилов и далеко еще не все на них издавалось а у нас в россии подавно всего лишь только несколько буквально групп на винилах печаталась и то так скажем в чехии в германии потому что у нас все производство винила давно уже в стране было убито честно говоря такая пластиночка уже видавшие виды потому что на ней соответственно ваня так достаточно хорошо уже успел поди джейте вот следующую пластинку я покупал себе сам это как раз таки минестре the land of rape and honey то есть культовая пластинка можно сказать такая одна из первых именно альбомов записанных жанре индустриального металла то есть тут уже поменяв кучу соответственно стилей составов эргенсон нашел свой неповторимый звук то есть это как раз именно первый альбом в котором принимал участие пол бэкет вот и в принципе это как раз таки у нас именно германии винил отпечатан но по лицензии сиры рекордс то есть это насколько помню какой-то дочерний лейбл warner brothers был вот видите соответственно вот она как раз таки серы вот то есть рашут пластиночка есть потому что в принципе минестры как скажем так люблю вот первые три альбомы их есть то есть в принципе само что интересно то есть в симпатии жанре сити попа еще написаны и не вы его это у меня именно оригинальный американский релиз злендов рыбан хани это как раз таки у меня немец и вот к сожалению twitch это у меня именно переиздание 2000 по моему 14 года до 2013 вот значит ну а следующий винил это подарок от олега гитаркина то есть как раз таки лидера группа master chubs многие боюсь его даже знают больше по уже на не почившей группе нож для фрау мюллер вот и значит в принципе здесь что я могу сказать то есть команда мне совершенно неизвестные то есть это психобилие италия атак значит так вот сзади выглядит и вот такие вот у него яблоки это кстати 180 граммовый винил чувствуется что он такой тяжеленький ну и соответственно следующая пластиночка она тоже от олега гитаркина это как раз таки crazy прайс то есть это переиздание старого альбома master chubs а на как раз такие винили впервые то есть самое что интересно это еще до того как света зомберелла стала бас-гитаристка мессерчупс а вот когда значит мессерчупс у нас по своей музыке нож для фрау мюллер больше напоминал вот кроме то конечно вкрапление все фрок то есть такой он был после зилистинг с огромным количеством различных сэмплов из кинофильмов как соответственно отечественных так и не очень вот то есть в принципе ничего такого интересного на себя не представляет плане оформления то есть вот не тут как раз гитаркин подписал его вот то есть это лейбл трэш вакс его издавал вот самое что интересно кстати вроде насколько я знаю очень небольшим тиражом он вышел потому что этот лейбл он именно сейчас мессерчупс в америке издает насколько я знаю потому что этот американец то есть здесь пометка что оригинальный соответственно альбом уходил 2003 году на сидят солнце рекордс вот но есть одна маленькая такая поправочка потому что здесь соответственно за основу вот этого винила был взят американский релиз как раз таки крызи прайса вот потому что именно в русском релизе у нас было два булокина их транс композиции и получалось два бонус трек то есть насколько я знаю это как раз таки импорт-экспорт ремикс от группы трипси на мастерчупс и соответственно прокатимся на карусели она же соответственно крошка то есть песенка которую насколько помню елена семёнова пела на соответственно стихи олега гитаркина вот здесь их не было но вместо них соответственно была вот вещь суперсоник вибратор вот но он же ультразвуковой вибратор суперсоник то есть явно фаната нажат для фрау мюллер эту композицию конечно вспомнит вот значит вот такая пластиночка тоже брал уже для себя это и сприт секонд from the inside вот такой-то альбомчик это у нас бельгийский и бен то есть электробюзи music так и равновидность индустриала вот значит насколько помню сиди этот альбом перед сдавался но с гораздо большим количеством треков вот это у нас насколько я помню помню как раз таки германия то есть фрг выпуск здесь как раз таки что мы видим какие-то фотографии соответственно с концертов группы здесь у нас текста песен то есть кто там участвовал в записи потому что насколько я знаю тут если не ошибаюсь по моему колизеем краш соответственно у нас как раз таки принимал участие вокалист дед кеннеди с бешка поскольку я помню вот ну и вот сам наш твенел вот так выглядит сама яблочко его тоже занятная вещь то есть тот кто может за новостями в группе моей следил знал что я его соответственно постил вот именно вот эту фотографию этого винила и соответственно треки из него вот ну и такие так скажем последние пластиночки меня это фильма к джеймсу про джеймса бонда the living dead lights то есть первый фильм с тимоти далтоном вот и кстати последний фильм музыку которому писал джон барри вот как мы видим это кстати именно американский релиз вот о чем и кстати кучу раз рассказывал то есть винил у нас специально был видимо поврежден чтоб можно было продать его по скидке вот но в принципе раз вот так его дырявили с обоих сторон то это лишний раз показывает что вот этот конверт он начни настоящий как мы видим в америке warner brothers records соответственно сдавала этот винил вот то есть такое впечатление что он где-то в деревянном ящике лежал в гараже потому что вот ну соответственно внешнего конверта вот такой интересный очень запах идет духа точнее характерный для винилов которые вот так деревянных ящиков где-нибудь в гаражах хранятся вот при этом надо еще отметить что здесь скажем так конверт как-то скукожился малость видимо этого самое не знаю там под каким воздействием каких факторов такое впечатление что видимо то ли где-то повышенной влажности лежал то ли еще что-то слава богу что правда нету никаких следов черной плесени которая обычно вот так вот образовывается от такого хранения вот чем кстати был примечательным еще вот этот саундтрек здесь у нас как раз таки группа ах а принимала в нем участие то есть они писали открывающую песню за living dead lights и кстати в авторстве самим джоном баре вот ну и соответственно последний винил на сегодня это конечно лицензия на убийство вот все с тем же далтоном то есть до этого у меня был вот такой миньон где сингл где у нас была соответственно gladys knight и соответственно была одна из инструментальных композиций майкла каймана который писал скажем так все основную инструментальную музыку к этому фильму то есть так называемый score вот вот так он как бы выглядит то есть здесь единственное что в проблемы с конвертом те же самые как будто куску кожаный вот единственно конечно что здесь уже похоже вот внутренний конверт он оригинальный то есть это вот у нас как раз германия вот то есть насколько самое что интересно то есть очень рад что у меня все-таки оригинальные вот релизы моей коллекции он треков в индиане вот они именно с далтоном есть как моим первым бондом вот и значит то что все-таки поскольку они не переиздавались вот там 2000 допустим тринадцатом году 2015 там вообще честно говоря как таким таким ограниченным очень скажем так вариантами многие сонтрики переиздались в индиане то есть где-то до 77 года это мину и человека золотым пистолетом потому что помню по моему на винилах не переиздавался вот я конечно очень рад что вот этот сонтрек я получил себе в коллекцию вот ну а соответственно здесь я что могу вам добавить еще ребята потому что не знаю куда еще это показывать кроме как не винил это конечно вот лазер диски с фильмами об индиана джонсе то есть это охотники за потерянным ковчегом и соответственно у нас получается храм судьбы значит что как бы показательно то есть это у нас именно philips все издавал притом один у этого у нас получается релиз для германии вот и в чем с ним есть эти большой очень юмора то есть в принципе это скажем был знаком записью этого лазер диска потому что у нас очень многие свое время там сначала пишущие кооперативы потом соответственно различными цикете пиратские конторы вот они для скажем так более лучшего качества записи так чтобы кассета-носители скажем так формате vhs не портить любили закупать вот такие вот лазер диски соответственно каких-нибудь лазер диск проигрывать или допустим тех же самых пионеров вот эти диски как бы гонять то есть их переписывать и потом кому-нибудь с переводчиков приглашают чтобы их озвучивали единственно в чем была загвоздка то есть обычно европейские релиза они чаще всего дублировались именно языком своей страны и вот здесь у нас именно это фрг то есть это у нас как раз таки немецкий здесь был дубляж а вот и насколько я знаю то есть у меня в коллекции есть вот кассета пиратская именно где как раз таки именно записи вот с этого в принципе лазер диска ну по крайне с этого с этого же издания значит юрий живов как раз таки с немецкого дубляжа этот фильм и переводил на слух вот уже на непокойный переводчик вот в прошлом году он умер и женщину сожалению вот и вот здесь если мы посмотрим вот такой был конверт то есть принципе лазер диски по своему оформлению очень напоминали скажем так винил и вот тут мы можем его вот так вот посмотреть тут именно немецкое название его как раз таки написано то есть это получается ягер одесса так ягер д так д с веру и ренесса шацерс как-то так вот в общем тут даже пометочка made in germany идет это насколько я помню у нас по моему погоду выпуска если еще не путаю по моему 91 год ну да вот 91 год именно выпуск сама вот это лазер диск вот скажем так ну и следующий релиз это у нас получается уже храм судьбы но это именно французское его издание то есть кстати погода выпуска это 1990 год то есть вот так тоже он как бы оформлен ну то есть французского я вообще даже близко не знаю поэтому ничего сказать не могу но вот самое что интересно ведь его на так вот золотой еще лазер диск в таком золотом оформлении здесь если мы приглядимся соответственно могут увидим что даже какая-то меточка есть что первая страна там 58 минут соответственно вторая сторона 56 минут лазер диск проигрывать у меня к сожалению нету то есть как-то заценить это вот я что называется не могу вот мы очень просто рад что такие артефакты у меня есть коллекции то есть мне конечно еще бы этот последний крестовый поход достать на лазер диске было бы совсем все ажурно вот ну а на сегодня у меня все дорогие друзья вот с вами был барин и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok